Друзья, спасибо, что продолжаете смотреть наши уроки. Несколько объявлений перед началом очередного урока. Если вы хотите более детально ознакомиться с материалами этих уроков, а также взаимодействовать со мной, задавая вопросы, вы можете стать частью группы в Телеграме, в котором вы сможете получать конспекты, а также задавать свои вопросы. Если вы также хотите углубленно изучить некоторые из тем, которые мы здесь изучаем, то вы можете привезти книгу от основателя нашего служения, Вильяма Лайна Крейга, который называется «На страже». Ссылку можете найти в шапке профиля. И также, если вы хотите, на самом деле, поддержать наше служение, то вы можете стать нашим патроном на Патреоне. И внося любое пожертвование, которое вы отдаете в наше служение, то вы сможете, на самом деле, помочь нам развиваться, продолжать записывать уроки, также другие материалы, выпускать статьи и переводить какие-либо работы от известных мыслителей, философов, богословов и ученых со всего мира. Спасибо вам, что продолжаете быть с нами. Спасибо за вашу поддержку. И пусть Бог вас благословит. В детстве многие из нас начинают задаваться вопросом о существовании Вселенной. Как она появилась? Было ли у нее начало, или же она существовала всегда? Можно попытаться представить себе безначальную Вселенную. Каждому событию будет предшествовать другое событие. И так вплоть до бесконечности. Одно событие за другим, за другим, за другим. Никакой отправной точки никогда не было. Но возможно ли такое? На протяжении веков люди спорили на тему бесконечности прошлого и того, было ли у Вселенной начало. Древнегреческие философы, такие как Аристотель, считали материю необходимой и несотворенной. А значит, вечной в прошлом. Бог может быть ответственным за наведение в порядок в космосе, но не создавал саму Вселенную. Эта греческая точка зрения противопоставлялась еще более древней еврейской точке зрения на этот вопрос. Еврейские писатели считали, что Вселенная не существовала всегда, но в какой-то момент в прошлом у нее была точка отсчета, в которой она была создана Богом. Как говорится в первом стихе еврейской Библии, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Со временем эти две традиции, греческая и еврейская, начали взаимодействовать. В рамках западной философии возникли продолжающиеся более тысячи лет споры о том, было ли у Вселенной начало. Эти дебаты разыгрались среди евреев и мусульман, а также среди христиан, как католиков, так и протестантов. В конце концов, Эммануил Кант заявил, что эти споры не привели никаким результатам. Он утверждал, что рационально убедительные аргументы есть в пользу обеих сторон, а потому сам разум не в состоянии ответить на этот вопрос. Родоначальником и защитником современной формулировки космологического аргумента является ведущий христианский философ и апологет доктор Уильям Уэйн Крейг. В колледже его учили, что нет никаких веских аргументов в пользу существования Бога. Но однажды он наткнулся на книгу одного из его бывших профессоров, в которой обосновывались и отстаивались различные аргументы в пользу Бога. И это полностью поменяло мнение доктора Крейга. Загоревшись желанием вникнуть в эту тему, доктор Крейг поступил на магистра философии. Он стал исследовать космологический аргумент и обнаружил, что у этого аргумента долгая история в еврейской, мусульманской и христианской мысли, которая уходит корнями в первые века после Рождества Христова. Уильям Крейг захотел детально изучить этот аргумент, потому он решил написать о нем докторскую диссертацию в Бирмингемском университете в Англии. Там он смог исследовать исторические корни этого аргумента, а также углубить анализ аргумента и обнаружить удивительные связи с современной астрономией и астрофизикой. Из-за его корней в средневековом исламском богословии доктор Крейг назвал этот аргумент космологический аргумент «Калам» с целью отличить его от других версий космологического аргумента, которых существует множество, таких как условного аргумента Готрида Лейбница, который мы уже с вами изучили на прошлом уроке. «Калам» — это арабское слово, обозначающее средневековое богословие. Средневековое исламское богословие в значительной степени разработало этот аргумент. И сегодня мы продолжим изучение наших аргументов в пользу существования Бога, и мы поговорим о космологическом аргументе. Космологический аргумент «Калам» по большей части забытый со времен Канта, сегодня вновь в центре философских дискуссий. Кэбриджское введение в атеизм 2007 года пишет, я цитирую, «Подсчет статей в философских журналах показывает, что было опубликовано больше статей об аргументе «Калам», чем о любой другой современной формулировке аргумента «в пользу существования Бога». Аргумент «Калам» не оставляет равнодушными как теистов, так и атеистов. Конец цитаты. Этот аргумент считается самым популярным и влиятельным в современном мире. Но как этот аргумент сумел вызвать такой интерес? Возможно, все дело в том, что он затрагивает современные достижения философии, богословия, математики и науки. Он ставит перед нами одни из самых сложных и захватывающих проблем человеческого разума, такие как природа бесконечности, начало времени, происхождение и судьба Вселенной, существование и природа Бога. Эти вопросы действительно поражают наше воображение. Давайте начнем с того, что позволим одному из величайших средневековых мусульманских сторонников аргумента говорить самому за себя. Аль-Газали был богословом XII века из Персии или современного Ирана. Он был обеспокоен тем, что мусульманские философы его времени находились под влиянием древнегреческой философии и отрицали сотворение Вселенной Богом. После тщательного изучения трудов и учений этих философов, Аль-Газали написал резкую критику их взглядов в книге под названием «Крушение позиций философов» или на арабском «Тахафут Аль-Фаласифа». Это увлекательная книга, которую стоит прочесть и сегодня. В этой книге Газали утверждает, что идея безначальной Вселенной попросту абсурдна. Он утверждает, что у Вселенной должно быть начало. И поскольку ничто не может начать существование своей без причины, то должен существовать трансцендентный создатель Вселенной, который породил эту Вселенную. Газали формулирует свой аргумент очень просто. Я процитирую его. «Все, что начинает существовать, имеет причину своего начала. Мир начал существовать, следовательно, он имеет причину своего начала». Так Аль-Газали формулирует свой аргумент. Рассуждения Газали включают в себя три простых шага. Во-первых, у всего, что начало быть, есть причина. Во-вторых, Вселенная начала быть. Следовательно, третий шаг, вывод, у Вселенной есть причина. Это логически обоснованный аргумент, построенный на дедукции. Поэтому единственный вопрос заключается в том, являются ли эти две предпосылки более правдоподобными, чем нет. Итак, давайте рассмотрим каждую из них. Начнем с первой предпосылки. У всего, что начало быть, есть причина. Обратите внимание, что эту предпосылку можно сделать более скромной и сформулировать ее следующим образом. Если Вселенная начала существовать, значит, у Вселенной есть причина ее существования. Если Вселенная начала существовать, значит, у Вселенной есть причина ее существования, ее начала. Эта более скромная предпосылка не утверждает, что у всего, что начинает существовать, есть причина, а лишь то, что если Вселенная начала существовать, то у нее есть причина. Такая более скромная версия позволит нам избежать всех отвлекающих вопросов о том, возникают ли субатанные частицы, являющиеся результатами процессов квантового распада без причины. Это предполагаемое возражение не будет работать против такой формулировки, потому что Вселенная включает в себя всю непрерывную реальность пространства и времени, всю физическую реальность. Следовательно, вся Вселенная, возникшая без причины, возникла бы из ничего, что абсурдно. В квантовых распадах частицы возникают не на пустом месте, как объясняет Кристофер Айшем, ведущий квантовый космолог Великобритании. И я цитирую. Следует соблюдать осторожность при использовании слова сотворение в физическом контексте. Один знакомый пример сотворения элементарных частиц в ускорителе. Однако в этой ситуации происходит преобразование одного типа материи в другой с сохранением общего количества энергии в процессе. Конец цитаты. В этих квантовых распадах частицы не возникают из ничего. Позвольте мне таким образом привести три причины в пользу первой предпосылки. И почему я считаю, что у всего, что начал быть, есть причина. Первая причина такова, первый аргумент. Что-то не может возникнуть из ничего. Подумайте об этом. Утверждать, что что-то может возникнуть из ничего, это по сути хуже, чем магия. Когда фокусник вытаскивает кролика из шляпы, то по крайней мере у вас есть волшебник, не говоря уже о шляпе. Но сказать, что вселенная возникла без какой-либо причины, было бы просто появлением из чистого небытия чего-либо. Из ничего. Это буквально хуже магии. Вы должны поверить, что вся вселенная появилась в какой-то момент в прошлом без всякой на то причины. Но никто, я думаю, искренне не верит, что что-то, скажем, лошадь или эскимосская деревня может просто возникнуть без причины. На это обычно предлагают такое возражение, что субатомные частицы же возникают из ничего. И иногда скептики отвечают, говорят, что субатомные частицы в физике, так называемые виртуальные частицы, возникают из ничего. Некоторые теории происхождения вселенной в популярных журналах описываются как получение чего-то из ничего. Книга Лоуренса Крауса называется «Вселенная из ничего». Но, как я сказал ранее, такой скептический ответ представляет собой преднамеренное злоупотребление наукой. Потому что рассматриваемые теории имеют отношение... Рассматриваемые теории, которые имеют отношение к частицам или вселенной, возникающим как фуктуация физической системы, такой как вакуум или квантовые поля и так далее. Они, по сути, говорят о нечто другом. Потому что вакуум, например, в современной физике, это не то, что непрофессионал понимает под словом «вакуум», а именно «ничего». Нет, в физике вакуум – это море бурлящей энергии, управляемое физическими законами и имеющее физическую структуру. Поэтому сказать людям, что в соответствии с такими теориями что-то происходит из ничего, представляет собой преднамеренное искажение этих теорий. Слово «ничего» является термином всеобщего отрицания. Оно означает просто отсутствие чего-либо. Так, например, если я говорю «у меня ничего не было на обед сегодня», я имею в виду, что у меня ничего не было сегодня на обед. Если вы читаете в истории Второй мировой войны, что ничто не остановило немецкое наступление через Бельгию, это означает, что немецкое наступление не было остановлено. Если богослов говорит, что Бог создал Вселенную из ничего, он утверждает, что до сотворения Богом Вселенной не было ничего. Слово «ничего» повторю, это просто термин всеобщего отрицания, который означает отсутствие чего-либо. И когда люди принимают такие слова, как «ничто», «ничего», «никого» и тому подобное, не как термины всеобщего отрицания, а как слова, указывающие на что-то существующее, то это становится поводом для смешных ситуаций. Например, если вы говорите «сегодня на обеде я ничего не съел», то вам могут сострить в самом деле, и что было вкусно. Такое неправильное использование терминов всеобщего отрицания может создавать подобные смешные ситуации. И такого рода каламбуры так же старые, как сама литература. Многие помнят сцену из гомеровской «Одиссеи», где Одиссей представился Циклопу под именем «Никто». Однажды ночью Одиссей выхвал глаз Циклопу, и его товарищи, Циклопы, слушают, как он кричит и спрашивают его, «Что за беда приключилась с тобой?» А Циклоп же отвечает, «Други? Никто!» Циклоп, и, решив, что Циклоп лишился рассудка, удалились от него. В версии той же самой истории Еврипид передает ее таким образом. «Почему ты плачешь, Циклоп?» «Никто меня ранил!» «Ну так никто тебя же не ранил!» «Никто меня ослепил!» «Тогда ты не слеп!» «Я слеп, как ты!» «Как никто мог тебя ослепить?» «Ты что, издеваешься над мной?» «Куда делся этот «никто»?» «Никуда, Циклоп!» Как видно, употребление таких слов, как «ничто», «никто», «ничего», как терминов, указывающих на что-то, это не более чем шутка. Но, как бы удивительно и странно это ни звучало, мы можем легко обнаружить, что некоторые современные популяризаторы науки используют эти термины в качестве обозначения чего-то. Например, известный физик, упомянутый мной ранее, Лоуренс Краус, с серьезным выражением лица говорит, я цитирую, «Существует множество форм ничего, и все они имеют физические определения». Или другая вот цитата. «Законы квантовой механики говорят нам, что ничего является нестабильным». Еще одна цитата. 70% доминирующего материала во Вселенной состоит из ничего. Далее. «Там ничего нет, но есть энергия». Еще одна цитата. «Ничего обладает определенной массой». И еще одна невероятная цитата. «Ничего» — это практически все. Во всех этих утверждениях слово «ничто» или «ничего» рассматривается как термин, указывающий на существование чего-то. Например, на квантовый вакуум или на квантовое физическое поле. Но это физические реальности, а потому их нельзя назвать «ничего». Подобное использование этих слов в лучшем случае вводит в заблуждение любителей, а в худшем преднамеренно искажает науку. Таким образом, мы можем отвергнуть подобное возражение. Итак, вот второй аргумент в пользу первой предпосылки. «Если что-то может воздикнуть из ничего, тогда становится необъяснимым, почему все или что-либо не возникает из ничего». Задумайтесь над этим. Почему велосипеды, Бетховен и яблочный сок не возникают из ничего? Почему только Вселенная может воздикнуть из ничего? Почему ничего подвергается такой дискриминации? Думаю, ирония здесь ясна, потому что ничего не является чем-то. У ничего нет свойств или характеристик. Это просто термин всеобщего отрицания. Нет чего бы то ни было, из чего могло бы что-то появиться. Ничего просто значит отсутствие чего-либо. Но если что-то может возникнуть из ничего, без причины, тогда самые разные вещи должны были бы появляться подобным образом. Поэтому становится необъяснимым, почему они не появляются. На этом этапе мы можем услышать такого рода возражения. «Если у всего есть причина, тогда какова же причина Бога?» Это очень частое возражение, которое вы услышите в свой адрес. И обычно атеисты с самодовольным видом задают этот вопрос. Они воображают, что сказали что-то действительно важное или глубокое. Тогда как на самом деле все, что они сделали, это просто неправильно поняли исходную предпосылку. Первая предпосылка не говорит, что у всего есть причина. Обратите внимание, как она формулируется. Она говорит, что у всего, что начало быть, есть причина. Или что если вселенная начала существовать, значит у вселенной есть причина, ее начало. Но если что-то существует вечно, тогда оно не нуждается в причине, потому что оно никогда не возникало. Таким образом, Аль-Газали ответил на этот вопрос, сказав, что Бог вечен и беспричинен. У него не было начала, поэтому он не нуждается в причине. Обратите внимание, что это не исключение для Бога, потому что это именно то, что атеисты традиционно говорят о вселенной. Что вселенная вечна и беспричинна. Проблема в том, что у нас есть сегодня веские свидетельства того, что вселенная не вечна в прошлом, но у нее было начало. И мы рассмотрим их в ближайшее время. Это загоняет атеиста в угол, и ему приходится утверждать, что вселенная возникла без причины, что абсурдно. И третий аргумент в пользу первой предпосылки. Жизненный опыт и данные науки подтверждают истинность первой предпосылки. Эта предпосылка подтверждается каждый день и никогда не была опровергнута. Трудно понять, как кто-либо приверженный современной науке может отрицать, что предпосылка первая более правдоподобна, чем нет, в свете имеющихся данных, поскольку вся наука построена на принципе причинности, на принципе поиска объяснений. На этом этапе кто-то может сказать такое возражение, что люди, которые говорят об этом, совершают ошибку перенесения свойств частного на целое. Что значит данная ошибка? Она заключается в том, что человек делает вывод, что поскольку у каждой части вещи есть определенная характеристика, то значит и у целого есть эта характеристика. Например, кто-то может сказать, что поскольку каждая часть слона легкая по весу, то и весь слон легкий по весу. Очевидно, это ошибочный вывод, поскольку весь слон не является легким. Но этот аргумент, что жизненный опыт и данные науки подтверждают истинность первой предпосылки, не является ошибкой перенесения свойств частного на целое. Потому что мы не делаем вывод, что поскольку у каждой части Вселенной есть причина, следовательно, у всей Вселенной есть причина. Мы вообще не говорим о частях Вселенной. Этот третий аргумент является примером индуктивного рассуждения, лежащего в основе всей науки. Из определенного отбора элементов можно сделать вывод о некоторой характеристике, общей для элементов этого рода. В данном случае речь об элементах, которые начинают существовать. Когда мы анализируем то, что начинает существовать, то жизненный опыт и данные науки говорят нам о том, что у них всегда есть причины. Таким образом, обобщение у всего, что начало быть, есть причина – это очень мощный индуктивный вывод. Вы делаете такой обобщающий вывод на основании ежедневного наблюдения, на основании данных, которые вы видите каждый день. Таким образом, первая предпосылка является весьма правдоподобной. У всего, что начало быть, есть причина. И если Вселенная начала быть, значит у Вселенной есть причина. На следующем уроке мы рассмотрим с вами вторую предпосылку космологического аргумента Калам. А до тех пор будьте богословены. Продолжение следует...